Россия атаковала США. А точнее, российский Су-27 сбил американский разведывательно-ударный беспилотник МКУ-9 «Рипер». Инцидент произошел 14 марта над нейтральной территорией Черного моря, где американский разведывательный БПЛА выполнял поставленные перед ним задачи. А что он делал над Черным морем? Он проводил разведку. Он проводил разведку вглубь территории временно оккупированного полуострова Крыма, а также частично материковой части Южного плацдарма временно оккупированных территорий Левобережной Херсонщины и Запорожской области. В процессе разведки беспилотник не пересекал границу воздушного пространства Российской Федерации, потому законных оснований для сбития птички у России попросту не было. Российские оккупанты всегда испытывали явный дискомфорт от присутствия данных БПЛА даже в нейтральных зонах, поэтому они применили истребитель Су-27 для того, чтобы сбить данный разведывательный аппарат. Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность юлить и отрицать сам факт прямой агрессии, РФИА приняла решение сбивать БПЛА весьма необычным способом. В данном случае речь идет о сбросе большого количества керосина, авиационного керосина российскими истребителями непосредственно по пути следования данного беспилотника. В результате керосиновая струя внесла определенные повреждения в основную функционабельность беспилотника, то есть привела к дисфункции этого БПЛА. И операторы данного беспилотного летательного аппарата вынуждены были его затопить, поскольку были высокие риски того, что по возвращению на аэродром он мог попросту упасть где-то уже на материковой части. Вот так авиационным керосином Россия как бы случайно сбила американский беспилотник. Оголтелые зетники и сторонники войны ликуют. Мол, показали Америке кузькину мать. Но дозревает логичный вопрос, а какую цель преследовало руководство Российской Федерации, сбивая беспилотник? В Пентагоне уже заявили о том, что американские разведывательные дроны продолжают летать над акваторией Черного моря. Этот опасный эпизод является частью системы агрессивных, рискованных и опасных действий РФ в международном воздушном пространстве. Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. А российская военная авиация обязана действовать безопасно и профессионально. Террористическая федерация лишь в очередной раз напомнила союзникам Украины о том, что на сегодняшний день с руководством РФ не о чем договариваться. А в Белом доме, в Конгрессе, в Сенате прекрасно понимают, что произошло. Произошло непосредственное воздействие, физическое воздействие, как акт агрессии на американский беспилотник. Намеренный и спланированный акт агрессии. И пока «зэтники» радуются этой в кавычках невероятной победе российского истребителя над американским беспилотником, за кулисами союзники Украины точно знают, чем ответить российскому агрессору. Безусловно, он не может вынудить в таком формате США проявить какую-то военную компоненту для демонстрации своего возмущения данным фактом. Нет. А вот если мы говорим о поддержке Украины сбоку США, наращивание, расширение номенклатуры, это как раз да. Украины сбоку США, наращивание, расширение номенклатуры, это как раз да.